Еще не техничный, но уже уверенный удар по воротам. Школьники села Маянга оттачивают мастерство каждый день. С утра до вечера ребята на стадионе. Здесь у них и качественное покрытие, и ворота. По словам директора местной школы, погонять мяч не против и взрослые. По сравнению с тем, что раньше здесь было, конечно, это небо и земля, мы так скажем. Дети очень рады вот этой площадке, потому что они день и ночь здесь находятся и играют и в футбол, и бегают. Не только дети, но и жители села приходят очень часто сюда. Развитием спорта в селе занялась компания Фосагра. Она хорошо известна в регионе не только как один из ведущих налогоплательщиков и работодателей, но и как меценат и инициатор крупных социальных проектов. Один из них – ДРОСТ. Аббревиатура сложилась из первых букв названия проекта «Детям России. Образование, здоровье и духовность». В Балакове он действует с 2003 года. В селах района ДРОСТ распахнул крылья 6 лет назад. Основная задача этой организации – оказание содействия детского спорта, развития детского спорта. А ДРОСТ у нас появилось с 2015 года. Мы поездили по селам. Почему нет селам не помочь? Тем более есть тренера, которые желают работать в селах. В рамках проекта в Маянге помимо школьного стадиона появились спортивные и тренажерные залы, а также ковер для занятий единоборствами. За 6 лет компания помогла наладить спортивную инфраструктуру в 12 селах Балаковского района. Не только помогаете рабочим, работающим на вашем предприятии, но вы помогаете и в городе Балаково, и то, что вы сегодня на предприятии сельскохозяйственном уже уходите в наши села, населенный пункт. Это тоже очень хорошо, потому что это тоже наши все жители. Уделяется внимание и большому спорту. Фосагра помогает волейбольному протону и баскетбольному автодору. Не обошли вниманием и Балаковскую турбину, ставшую в прошлом году чемпионом страны по спидвею. И развитие спорта по-прежнему один из приоритетов компании. В целом в этом году на реализацию благотворительных и социальных проектов в Саратовской области компания направит более 300 миллионов рублей. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24.